Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнары Гуруева. В феврале этого года на нашем канале был показан сюжет, в котором жители Махачкалы, проживающие по адресу Горького, 28, протестовали против строительства на этой территории многоквартирного дома. К сожалению, тогда нам не удалось взять комментарий у застройщика. Но после выхода в эфир сюжета строители и некоторые жильцы попросили нас дать возможность выступить. Сегодня они у нас в гостях. Орлова Екатерина Викторовна, соучредитель компании ЕТ-девелопмент и жительница домов, проживающая по адресу Горького, 28, 30, Бейбулатова, Белла, Айгунова, Тайбат и Расулова-Разият. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Викторовна, расскажите, что представляет собой ваша строительная компания, сколько лет вы на рынке недвижимости, какое количество объектов построено вами и какие отзывы у населения? Наша компания создана двумя учредителями. Орловой Екатериной Судуэм Таймас – это объединение опыта московского строительства и строительства в Дагестане. Мы строим совместно уже три года в Дагестане. До этого 10 лет я строила в Москве, Таймас в Республике Дагестан. Свыше 45 проектов в портфолио компании. И в настоящий момент мы реализуем программу частной реновации. Это частная программа, не государственная. Этот опыт частной реновации, он будет учтен нами для дальнейших проектов вне территории республики как альтернатива государственной программе. Поскольку государственная программа, как заявил министр по строительству Российской Федерации, она может быть в тех регионах, где это более рентабельно. А в остальных регионах, возможно, и является очень положительным привлечение частных инвесторов для решения социальных проблем. Социальная проблема реновации состоит в том, что большое количество жилья в России является морально устаревшим, ветхим. И денежные средства для того, чтобы его заново отстроить, предоставить людям жилье, требуются гигантские. Поэтому мы уже первый квартал у нас новоселье через месяц будет в Махачкале. Следующий квартал на улице Котрова успешно строится. И мы уже несколько кварталов реализуем по этой частной программе. По каким адресам? Это получается по улице Грозненская, по улице Котрова несколько кварталов. В частности, квартал улицы Угол Горького Котрова. Финансируется объект, включая привлечение ипотечных средств Сибербанка. Это полностью официальная программа. Она находится на контроле у правительства Республики Дагестан, находится на контроле у прокуратуры Республики Дагестан. И мы реализуем эту программу абсолютно официально по-белому. С какими проблемами вы сталкиваетесь в ходе реализации этой программы? Мы сталкиваемся с большим количеством проблем. Единственная основа нашей программы – это то, что мы предлагаем людям очень выгодные условия. И наша договоренность с людьми является основой, частная договоренность для реализации программы. Последний период, с учетом текущих изменений, конечно, мы больше и больше получаем поддержки от государственных органов власти. Эта поддержка заключается не в том, что нас каким-то образом выделяют, но нам дают официально строить. То есть мы знаем, что мы можем обращаться в случае нарушения законодательства. То есть мы на контроле находимся в прокуратуре Республики Дагестан, в правительстве Республики Дагестан. Мы представляли нам нашу программу и нам сказали, что у нас она дальше приходит на контроле и находится на контроле Минстроеров. И в случае любых препятствий мы можем к ним обращаться соответствующим образом. У нас не было никогда проблем с муниципалитетом. То есть понятно, что мы единственное, что мы получаем те документы, которые законно строить. То есть если можно строить 8 этажей, мы строим 8, а не 18. У нас, ипотека Сбербанка, мы заняли первое место как сам официальный застройщик. Этот проект, он не очень рентабельный, но он носит экспериментальный характер как альтернативу по реновации и социальный характер. А вот как оценивают качество жилья? У нас качественное жилье, монолитные дома. Это в основном дома, поскольку мы строим в центре. Поскольку центр Махачкалы ветхий центр, центр социально уже непригодный. Это современное, дорогое, комфортное жилье. Основная проблема на сейчас, с которой мы столкнулись, это проблема, по сути говоря, не наша. Это проблема тех людей, которые к нам обращаются, простых людей. Часть от центра города Махачкалы – это исторический центр. А часть – это частные общие дворы, где люди живут, не имея туалетов, готовят на улице, ходят в ванну на улице, живут в 5-10 квадратах семьи. Эти условия запредельны, их трудно осознать в современной реальности. По геймплану города, там разрешено, что это предусмотрено в дальнейшем, не предусмотрен частный сектор. И все геймпланы города предусматривают там, как и во всех городах России, естественно, многоквартирное строительство, общественно-деловая жилая застройка. Ближе к центру это не многоэтажное, это, естественно, среднеэтажное. Дальше центры в более высокой этажности. Люди, которые там живут, хотели бы продать свое жилье, в котором нельзя жить, и распорядиться им по действующему законодательству. Они привлекают строительные компании, для примера, нашу компанию, и договариваются в частном порядке, что строительные компании им строят дом, допустим, небольшой дом даже, где они получают квартиры или квартал, они там получают квартиры. Однако рядом, подчас просто граничат они с очень богатыми кланами, влиятельными кланами, которые привыкли к тому, что их окружают эти люди, и они не хотят каких-либо изменений. Они в ходе, когда они узнают об этом, узнавали об этом, они начинают оказывать всяческое давление на простых людей. Подчас это давление вынуждает людей обращаться в правоохранительные органы, но носит формальный и неформальный характер. Они запрещают распоряжаться им своим имуществом, говорят, вы не сможете оттуда выезжать, мы его отдадим, мы вам не разрешим, зная о том, что это можно делать. Мы, как строительная компания, в данном случае, это не наша часть, наши права не нарушаются, мы строим, у нас есть все разрешительные документы, все действует. Но к простых людей существуют факты, в которых уже есть обращение в МВД, перестрелки, угрозы. В одной из наших программ был показан сюжет, касающийся строительства жилого дома по адресу Горького, 28. Вот здесь жильцы разделились на два лагеря. Есть согласные со строительством, есть противники. Что вы можете сказать по этому адресу? Уточню, что в данном ситуации дело уже подано в суд. Суд нашел факты нарушения законодательства. Дело принято к рассмотрению, рассматривается дело о КВТ. На их месте ничего не строится. Более того, давали интервью те люди, которые там вообще не живут, они вообще из других районов. Таким образом, то, что идет под застройку, то, что является земельным участком по строительству, естественно, разрешение бы и не дали, если бы мы не договорились со всеми людьми. У нас гибкие условия, большую часть выбирают то, что мы даем квартиры, поскольку мы даем квартиры под час в два раза больше, с ремонтом, оплачиваем аренду. Условия такие, что люди соглашаются все. Свыше 200 семей уже в программе, и уже два квартала ждут очередники следующие условия. В отдельных ситуациях мы выкупаем ценнее выше, чем рыночное, чтобы договориться с людьми. Мы договариваемся со всеми. Те люди, которых пригласили на съемки, эти люди там не живут, они, их права никак не затронуты. И уже есть решение и районных, и верховных судов, устанавливающие то, что наши действия законны, и то, что мы можем там строить. Мы не знаем, кто нанял этих людей и зачем они эти вещи говорили. Мы знаем те факты, которые есть и которые сейчас рассматриваются в правоохранительных органах. Люди кидались драться на меня, кидались на этих жительниц, кидались собственницы. Они собственники этого всего. Это их земля, это их территория. Люди угрожали перестрелками, угрожали, что будут стрелять, если они продадут свое жилье. Случаи, когда людям угрожает, что они будут убиты, если они продадут свое жилье, мне кажется, этот вопрос уже носит некий социальный характер, который должен рассматриваться в более большом, так сказать, масштабе. Наша строительная компания договаривается, когда с людьми, она договаривается не только о тех условиях, чтобы все были согласны. Это наши условия, мы иначе дальше вообще ничего не делаем. Но простые люди, они просто как бы в этом ситуации, они действительно, их интерес очень серьезно затронуты. Мы ходили в прокуратуру Махачкалы, города Махачкалы, прокуратура республики Дагестан. Представители органной власти сказали, также жильцов заверили, что вы не переживаете строительную компанию, будет строить, им ничего не мешает. Буквально недавно мы были у главного архитектора города. Он подтвердил, что есть решение Верховного суда, есть все документы. На текущий момент нет ничего, чтобы препятствовать строительной компании, строить. По факту появляются непонятные люди, которые загораживают машинный проезд, пытаются на людей давить, на именно самих жильцов. Соседство вот это давлением кланов на простых людей, это серьезная социальная проблема, которая может в дальнейшем, должна решаться, я предполагаю, все-таки в законном порядке и рассматриваться более серьезно. А какие работы ведутся в настоящее время по этому адресу? По этому кварталу идет за строительную монтажную работу, согласно проекту, согласно разрешению, даже по всем кварталам. Большую часть давления испытывают сами люди. Именно конкретно с ними пытаются вопрос, скажем так, решить, чтобы они отказались. В настоящий момент мы строим, то есть у нас нет никаких препятствий. Но одно дело – наша компания, и другое дело – простые люди. И в данном ситуации, я думаю, что стоит выслушать их позиции. Я бы хотела спросить у жителей, что вы можете сказать по поводу строящегося объекта на том месте, где раньше стояли ваши дома? И в каких вообще условиях вы жили? И как решились отдать свой дом под снос? Жили мы в плохих условиях. Мы вообще хотели, когда, я же говорю, продать этот дом. И не я, мы все хотели, потому что там жить невозможно было. И покупали мы еще более-менее тогда было, когда покупали. Нам они сейчас говорят, надо было. Хорошо, мы сейчас этих крыс, они говорят, надо было выгонять. Мы сейчас дом поломали, эти крысы к ним перебежали. Сейчас они жалуются. Пусть теперь они, если мы не смогли, пусть они сейчас с этими крысами воюют. Мой внук лежит, рядом вот так крыса. Они саманные, столетние дома. Невозможно ничего сделать. В 2000 году было землетрясение. У меня еще мать была живая, инвалид первой группы. Вот так стенка была открытая. Мы пошли, пожаловались тогда и с полком, горе с полком. Они говорят, мы ничего не можем сделать. Ну вы знаете, кто будет за меня строить? Мы не можем построить. И, во-первых, невозможно построить. Там так дом идет, если поломаешь одну, она ушла. Это один был монолитный двор. И вот так, ну один двор, хозяйка была одна. И вот она распродала. Если поломается у меня, значит ломать надо ему следующему. И продавали мы поодиночно. Никто за рубль не давал за наши. Это просто на слом надо было. Да. Общий никто не хотел. И получилось так. Мы под квартиру, у меня мальчик, живя там, они говорят, мы тебя не знаем. Да потому что там жить невозможно было. Там все рушилось. У меня мальчик жил на квартире. Там жить невозможно было. Имея в Махачкале квартиру. Потом мне позвонили, сказали, было вот так, пришли люди, мы тоже искали людей. Мы искали, не могли найти, кто бы взялся за это. И кто приходил, не давал то, что бы мы хотели. Куда-то у нас за город или куда-то. И вот познакомились с этими людьми. Прежде чем с ними познакомиться и как-то решение принять, они думают, что мы с бухты барахтаны. Нет, конечно, это наши кровные, у нас больше ничего нет. Потом мы узнали, стали наводить справки. Пошли даже, где этот, в озеро дома, первая их настройка. Вот там у людей спросили. Естественно, мы же не дураки, прям вот так взяться. И нам дали хорошие рекомендации. На основании этого мы дали добро. И согласились. И так нам, и так, и какой этаж. Конечно, привилегии давали нам. Какие хотите этажи, первые мы брали. Хотите, боковые, не хотим, это хотим, кто не хотим, это хотим. На все они шли нам условия. Да, но я вот прежде, чем передать им, я хочу сказать, был момент, когда они хотели отказаться. Такое давление даже не на нас было, и на них было давление. Был момент, когда приходили поломать эту стройку, ну, надо же уже ломать ее, они же нам оплачивают, они полгода нам оплачивают, а поломать не могут наши дома. Наши дома не могут поломать. Это если кому-то сказать, никто не поверит. И это приходит, это приходит. Была говорит, нам дома не дают ломать, в смысле, мой дом. И это ломали, именно наши с ней. Теперь я говорю, как не дают? И мы пришли туда, милиция не дает, они говорят, это наши дома. Это вообще люди, которые даже не в нашем общем дворе живут, вообще за вот там, на другой стороне улицы. Я пришла туда, я говорю, как не дают? Кто не дает дома? Как вы можете нашу, мой дом, как ты можешь не ломать? Я взяла этот самый, что под рукой было, было-то под рукой не то, чтобы поломать. Ну, побила только руку. А она, нет, я говорю, кто не, вы кто такая? А вы кто такая? Вы нас не знаете, правильно? Я хочу продать, я имею право продать. Есть же такой закон, у меня зеленка на землю есть, на строительство, у нее хорошо, они не дают. Если у меня были бы деньги, мы могли бы с ней соединиться, и построить четырехэтажный дом, не мешая соседям. Мы же могли с ней это сделать, нет у нас такой возможности построить. Рядом же пятиэтажный построили, никто ничего не сказал. Получается, закон, кому пишется, кому писанный, кому не писанный закон. Одним можно, другим нельзя переводить. Так же нельзя, так же нельзя. Это получается, рабовладельческий строй не отменен. Она говорит, я хочу, значит, ей можно, нам нельзя. Естественно, мы обратились к ним в ножки. Вот я еще раз говорю, мы их попросили. И вот дай Аллах им здоровья, если бы не они, мы в этих трущобах жили. Да пусть радуются, что люди есть такие, которые дают. Государство не может сейчас за нас. Нету такой возможности. Есть же люди, которые дают, и нас это устраивает. За квартиру нам платят. Они уже в холостую полгода за нас платят. А если они перестанут сейчас платить, вот разозлятся люди, скажут, ну да, у них есть обязательства, не могут они сейчас уже разозлиться. Но если вдруг вот допечет у людей, кто нас возьмет? Только напомню, я же говорю, у меня четверо внуков, пятый на подходе. И что будет? И у каждого здесь вот за семьей. Вместо одной две квартиры нам дают. Да государство должно радоваться, что есть такие люди, которые в центре Махачкалы. Махачкалы, у нас есть фотографии, видеосъемки, и если это кому-то показать, те люди, которые живут в шикарнейших условиях, пусть поменяются и пройдут. Мы тогда тоже ставили вопрос так. А что нам бояться? Нам терять уже нечего. Мы уже и так на улице находимся. У нас все поломано. Мы сейчас не откажемся, но был момент, когда только ввелись переговоры, когда нам сказали, до того, как мы заключили договор, нам сказали, что там, ну, как бы этажность, которая есть, там максимально этажность ограничений в шед-центр. И действительно, мы посчитаем, там проект, он, ну, не рентабельный. Но, как бы, поскольку жильцы очень попросили, у нас прогресс национальный, мы не можем отказываться, даже если в ноль, но мы отстроим, чтобы они получили свои квартиры. И он, в принципе, проект не очень рентабельный, как есть, говорю, по реновации, но он является экспериментальным. Если каждого по две квартиры давать, представьте, она сколько. А многим за наличку купили квартиры. Потому что они живут в 10 квадратах. Многим за наличку дали дома. Люди живут в 10 квадратах. В 15 квадратах семьи живут. Вот это условия запредельные. И действительно, есть момент давления, который, ну, на нашу компанию, понятно, там, у нас есть возможность защититься от этого давления. Но сейчас, слава богу, более того, некоторый период мы даже не могли начинать этот проект. И проект, я не буду скрывать, начался только когда произошли изменения власти. И при нынешнем президенте, и при нынешнем президенте, и при нынешнем прокуроре республики Дагестан, который контролировал его заместить этот момент. Потому что до того момента, когда была ситуация у нас, как бы были сложности определенные, да. Сейчас мы уже проект сам реализуем. Он реализуется, естественно, мы от обязательств не откажемся. Вопрос не в наших обязательствах, мы, естественно, их выполним. Вопрос в том, что, мне кажется, что простые люди не должны испытывать давление от своих соседей такое. Это, может быть, не наша часть, но это должен кто-то рассмотреть. Это вопрос более серьезный. А когда вот планируете дать ключи от квартир? Первый этап у нас на Василии по самой первой программе. А у нас первого квартала это будет через месяц. По конкретно их кварталу, если все нормально, там где-то год, максимум полтора с учетом ремонтов. То есть год дома и потом еще часть ремонта. И они уже заедут в эти квартиры. То есть все это время вы будете оплачивать квартиру? Мы оплачиваем аренду, это все включено в финансовую модель, это все просчитано. Естественно, это затраты достаточно серьезные. Очень серьезные. А дело не в этом. Дело в том, что мы, как бы даже как компания, сталкиваемся с тем, что в отношении нас уже, допустим, дело тоже и рассматривает МВД, оно уже в суде, сталкиваемся с клеветой, с ложью в связи с таким давлением, что методы используются разные, да, с теми, кто хочет надавить на компанию. Мы подаем в суд, мы оспариваем все эти аспекты. Но хотелось бы, чтобы это было привлечено внимание более серьезному, да, на вопрос. Это, во-первых. Во-вторых, когда люди, участвующие в этой программе, да, большинство не сталкиваются. Но это вот уже второй такой крупный случай. Первый случай был некоторое время назад. Тоже абсолютно идентичная ситуация. Простые люди соседствуют с серьезным домовладельцем, у которого были свои планы на крупное строительство. Поступил нам звонок, нам озвучили сумму большую, там, в районе 80 миллионов. Если мы ее не заплатим, будут проблемы. Но сказать, что мы эту сумму платить не можем, не собираемся, потому что это нет обоснования этой суммы. После чего произошли определенные действия такого, сказать, своеобразного характера. То есть там обрушения произошли, так сказать, провокационные были действия на строеплощадке. Это было рассмотрено органами соответствующими. И было заключено, что мы тут ни при чем. Это на Ирмошкина касте нарухнуло. Все органы правоохранительные, все администры все рассмотрели. Не было ни одного нарушения с нашей стороны. Два суда признала, что абсолютно мы были правы. Но тоже точно такая же ситуация. Простые люди соседствуют с людьми, которые имеют возможность совершенно другие. И пытаются на них воздействовать или через нас, или напрямую. Что-то хотите добавить? Мы живем 6-7 семей в одном дворе. Там общий туалет. И сейчас такое время, как можно людям, которые пятиэтажные дома, например, говорить, препятствовать. Нет, вы будете здесь. Мы не дадим вам строить здесь. Это возможно такое в наше время? Они о нас не думают. Мы зачем им нужны? Люди нашлись, которые пошли навстречу. Если бы они знали, какое это будет, они бы давно отказались бы. Просто у них уже возможности нет от нас отказаться. Мы за них цепились, как не знаю. Потому что надежды на что-то другое у нас нет. Это единственная надежда, что мы по-человечески будем жить. В ужасных условиях жили. И крысы бегали, и дырки, старые дома. Я очень рада, что они пришли. И нас устраивают их условия. Поэтому никакой назад дороги нет. Оставьте, строить нам дома. Мы тоже хотим, как вы, жить. У меня тоже есть внуки, дети. Когда люди приходили, стыдно было. Обои отошедшие, сырость, грязь. Условий нет. В центре города жить и во дворе ходить купаться или туалет ночью. Особенно зимой. Это не понимает, кто не жил в таких условиях. Мы все это знаем очень хорошо. Ремонт сделали бы, жили бы. Там никакие ремонты невозможно было. Там только ломать было. А ломать мы не можем. Мы пенсионеры. У нас нету денег ломать и строить, как у некоторых. Наша программа подходит к концу. Что бы вы хотели рассказать о ближайших ваших планах? Какие еще проекты вы будете внедрять в наши республики? У нас основной проект, единственный, который мы сейчас внедряем, это программа реновации. Мы строим, дальше планируем строить. А такие случаи, которые, скажем, прямо соседства, они не так чисты. И в основном у нас идет спокойное строительство. Оно идет по графику. Оно идет по понятной ситуации по финансированию. Идет поэтапное заселение. Понятно, эта история не быстрая. Это нужно несколько лет, чтобы люди заселились. В этот период они живут уже в более комфортном жилье, чем жили до этого. Потому что сумма, которую мы оплачиваем, позволяет им снять, ну, мы оплачиваем ежемесячную аренду, более качественное жилье, чем оно у них есть. В настоящий момент, слава богу, очень благодарна, что текущие органы власти, которые есть, текущий состав, они знают этот проект, они полностью максимально все, что в их возможностях поддерживают в плане закона, что мы можем работать. Но данный вопрос, как бы, этот вопрос, скажем, провокации, когда абсолютно люди с других районов, которые не имеют отношения, с других улиц, которых я ни разу не видела, к ним, которые отношения не имеют, приходят и начинают говорить вещи, которые, как бы, это их мнение. Кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Если по закону там можно строить, это наша частная вещь, мы с ней договорились, мы с ней договорились, мы будем строить. Если кого-то это нарушает, право это нарушает. Хочу отметить очень важную вещь, очень много слухов, информации некорректной по поводу вообще строительства реконструкции центра. Мы не просто реконструируем центр, мы работаем по-белому, и налоговые поступления от нашей деятельности позволят реконструировать в значительной мере сети всей Махачкалы. Вот если взять один из видов сетей, поскольку это очень крупные проекты, мы работаем по-белому официально, но у нас все денежные потоки контролируются, они полностью видны, мы платим налоги. Мы реконструируем сети, мы не врезаемся в старые сети частного сектора, это невозможно технически. И кто бы что ни говорил, это все является клеветой, у нас есть на все технические условия, они доступны, можно посмотреть. По каждому виду коммуникации мы строим коммуникации, мы их протягиваем, мы их усиливаем до того периода, пока действительно снабжение этих кварталов не будет соответствовать нормативу. То есть в текущую линию коммуникации, которой и на частный сектор не хватало, мы не подключаемся. И налоговые поступления от белых официальных компаний, а их в прямом смысле единицы и пальцев одной руки, и хватит, чтобы их перечислить в этом городе, те, кто платит налоги. Поскольку вы, наверное, знаете, что компании ЖСК, они не подлежат налогообложению, а подлежат генподрядчики, которых они нанимают, но, судя по последним отчетам правительства, длительное время не уплачивались налоги в этой республике. Мы платим налоги именно из наших поступлений, и будут денежные средства, чтобы реконструировать дорожную сеть, коммуникации из наших и других компаний, которые будут работать по белому. Таким образом, это строительство не вредит никому, оно не вредит городу, оно не вредит в целом, оно только улучшает архитектурный облик, решает социальные задачи. Но сторонние лица, которые там не проживают, они, мне кажется, поступают морально неправильно, и они однозначно поступают по закону неправильно, вмешиваясь в судьбы тех людей, которые владеют имуществом и хотят ими распорядиться. Я желаю вашей компании процветания и скорее довести ваши проекты до конца. Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok